У нас сегодня 14 октября 2022 года в Витязево по улице Красноармейской идем к морю. Вчера прогулка была по Черноморске, а сегодня по Красноармейской. Эти детишки здесь вот такая, пока еще не темнеет, сейчас через полчаса резко все потемнеет. Все пустынное Красноармейское, от Пролетарской идем к морю. На углу Красноармейской и Горького, видите, построили такую столовую шашлык 75 рублей, сейчас на сезон была открыта и закрыта. Там чуть дальше по Горького магнит построили, вот краса белая. А мы вот мимо этой столовой и дальше к морю идем. Вот такой путь, видите, с ним никого народу нет. Мы вот Красноармейская приближаемся к круговому движению. Забыл показать вам, кто не знал, что здесь магнитик на углу с летним проездом. Ну и мы сейчас по улице Светлой после Красноармейской пойдем уже туда, к морю. Видите, как темнеет, буквально 15 минут и уже смеркается все. На светофор ничего не работает, отдельные любишки попадаются и все. Ну вот, после Красноармейской, я вам говорил, перешли на улицу Светлой, идем, все закрыто. Если на Черноморской еще что-то работает где-то, все гостевые дома, все столовые, все кафешки, аптеки, вот все маленькие магазинчики, все закрыто уже в середине октября. Вот я так чувствую, сейчас еще дальше там палатки будут и там, наверное, даже ни одна палатка не работает, ну потому что вообще народу нет. Вот все закрыто, что-то здесь фонарь где-то горит, а-а-а, все равно закрыто, просто фонари горят в столовой. И вот все палатки здесь 100% тоже уже закрыты. Я не удивлюсь, если уже сейчас и этот вход здесь заколотили, в том году это где-то где-то мы пошли там в декабре или где-то все прям заколочено было высоким забором выход к морю. Ну, здесь вот, ну, подсветочки, видите, горят деревья, тут красота, фонтан, конечно, который прям из-под плитки бил тут. Летом ребятишки любили лазить, да и взрослые тут в жару, а-а-а, ничего, сейчас уже ничего нет. Да и вообще все-все-все-все-все закрыто. Так, друзья, ну все, облом, море не видать, фонтан возле аквапарка Олимпия закрыли, закрыли куполом, здесь забор. Что, вот здесь есть проходик? Ну, а здесь, пожалуйста, иди. Посмотрим, может, по дюнам и барханам здесь пробраться. Почему там за... А, ну, может, чтобы не на металла этого, песка ветром. Вот в такой можно картине пройти к морю. Вот, или мусора. Вот, видите, как все оставили из-за палаток, это все вот сюда выкидывали. Никто ничего не убрал, это все считается природоохранная зона. Вот такие пирожки творятся, видите, отработали, отработали. Все, кинули быстро, и все. Да, вот, оказывается, чуть левее, и можно пройти. А это уже от песка, видите, от песка уже намело сейчас. А так, если не поставить забор, здесь в межсезонье наметен, что и фонтан скроет. Море тихое. Я ничего и не взял. Ну, вот, в 18-15 время, вот, полчаса неторопливой походкой шли. Вот, видите, как уже за полчаса, как я и предполагал, все стемнело. Вот Анапа в огнях. Тишина. Ну, ветер прохладенький, прохладенький, прям в спину дует. То есть, с берега в сторону моря, по этому морю вообще спокойное. С берега к морю дует. Вот один человечек ходит, вот этот пирс уже по ралии. А мы по Красноармейской, по светлой улице вышли вот сюда, в море. Вот такое чистенькое, красивое море. Солнце уже закатилось, конечно, но вот такой, все равно, красноватый закат остается. Вот такое спокойненькое, спокойненькое, чистое море. Смотрите, красотенькое. Так что все, welcome to VityZio Village. Приезжаем, купаемся, отдыхаем, успеваем еще. Всем пока, пока, чао.